Продолжает свою работу 4-й Всероссийский сиест оленеводов. Второй день работы ознаменовался визитом первого заместителя министра сельского хозяйства страны Джамбулата Хатуова. Он посетил производственные объекты Якутска. Также в рамках форума на разных площадках состоялись обсуждения вопросов развития сельского хозяйства. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов посетил цех по производству бат-таба. Здесь производят мясные полуфабрикаты, а также БАДы из пан северного оленя и косметические средства. Главная цель – безотходное производство. Оленеводы получают до 20 тысяч за одного оленя, так как производитель покупает не только тушу. Нас принципиально интересует эффективность. И мы считаем, что традиционно животноводство, видеоленеводство – это уклад северных народов. И у нас есть сегодня все предпосылки для того, чтобы увеличить поголовье оленей. У нас есть все предпосылки изменить селекционно-генетическую работу. Ну а как следствие всего этого сделать насыщение российского рынка продукции оленеводства. И в том числе рассматривать ее как экспортный потенциал. Со всем этим стоят доходы аграриев. У нас целевая задача до 2020 года увеличивать поголовье. Целевая задача – довести до 200 тысяч. Сегодня мы имеем 156 тысяч. Поэтому при достижении 10 тысяч голов оленей, именно в хозяйстве, в одном хозяйстве, то мы будем ставить им уборенные цеха. Это сугубо бюджетные деньги республики цеха, поддержка правительства, главы республики. Тему успешной реализации продукции обсуждали также за круглым столом, посвященным развитию предпринимательства в отраслях севера. Продукт глубокой переработки оленины пользуется спросом на внешнем рынке. Мы сейчас разрабатываем идею совместно с коллегами из Норвегии, из Российской Федерации по возможному использованию технологий, которые разработаны в скандинавии, по мобильным завоевым пунктам, по мобильным цехам, по переработке продукции омеса, с использованием современных судов, на которых мы могли бы производить эту переработку. Завтра жители и гости столицы смогут увидеть гонки на олених упряжках и парад участников игр оленеводов по центральным улицам Якутска. Мы привезли на машине, на двух машинах 60 голов из Енгрии. И здесь сегодня выгрузили 60 голов оленей. Завтра будет праздник День оленеводов, там будут встречаться наши оленеводы. Два команды нашей из Енгрии будут выступать, покажут свое мастерство. На пленарном заседании съезда оленеводов председатель правительства Якутии Евгений Чайкин отметил, что глава республики, правительство и парламент региона уделяют пристальное внимание жизни в Арктике, и в частности оленеводству. Результатом совместной работы стало увеличение на 23% в 2017 году государственной поддержки оленеводства. Также в полтора раза увеличены субсидии на развитие данной отрасли. Премьер-министр особо подчеркнул значимость проводимого съезда для обозначения проблем и поиска пути их оптимального решения. Сегодня в честь Дня Арктики и 4-го Всероссийского съезда оленеводов состоялось торжественное мероприятие. Юлия Великодна, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.